Все один погляд на Великую войну в Украине. Это спевразумовник нашей программы Игорь Раев, воинковый оглядыш, полковник запасу Збройных сил Латвии. Игорь, здравствуйте. Благодарю за возможность пообщаться. Добрый день. Игорь, 500 дней большой войны в Украине. Как эти 500 дней видятся вам, как говорится, со стороны? Во-первых, я бы хотел начать с того, что я бы хотел поздравить вашу страну и ваши вооруженные силы. Потому что та трехдневная война, которую провозгласили 500 дней назад, все еще продолжается. Ваши вооруженные силы мужественно сопротивляются. Ваша страна по-прежнему существует. Она независима. И на данный 500-й день, потому что я знаю, что происходит на линии фронта, больше успехов у вашей армии, чем у российской армии. Но если мы посмотрим, что эта война означает, она значит много и для нас. Мы намного серьезнее теперь относимся к своим вопросам обороны и безопасности. И я, как представитель нашего Сейма и член комиссии по обороне, вот сегодня наша комиссия, мы не находимся в Риге. Мы находимся в одной из войсковых частей, где мы проверяем, что у нас происходит с подготовкой нашего молодого пополнения и как мы готовимся к обороне страны. Так что ваша война очень много значит и для нас, и она очень много для нас тоже дает. Что вы сегодня уже можете сказать, что вы берете из опыта украинской войны? Чем он для вас особо ценен? Ну, во-первых, тем, что те угрозы, о которых мы говорили, в том числе, будучи страной НАТО уже многие годы, теперь все воспринимают на полном серьезе. Нас больше не считают параноидальными шизофрениками. Все понимают, что то, о чем мы говорили, о угрозе, которая исходит от России, она реальна, и к этой угрозе надо серьезно готовиться. Если мы говорим о практических вещах, ну, это, наверное, не та вещь, о которой надо рассказывать, потому что те вещи, которые... Естественно, мы изучаем у вас практический опыт, мы изучаем то, что работает и работает хорошо, мы изучаем и то, что не работает, и надо каким-то образом улучшить. То есть это дает нам пищу, и это, конечно же, вносит в изменения и поправки и в нашу систему подготовки наших вооруженных сил. Игорь, вы сказали... Детали я, к сожалению, опущу. Да, это понятно. Но вы сказали о трехдневной войне в начале своего спича, а сегодня у нас уже 500 дней большой войны, на самом деле война с 2014 года. Как вы считаете, что изменила эта война в Европе, на европейском континенте? А для Украины, с вашей точки зрения, что стало переломным моментом, если он наступил в этой войне? О, это очень сложный вопрос. На самом деле, я думаю, что переломный момент у вас был в самом начале. Это был февраль-март, когда от той ситуации, когда это действительно могла быть трехдневная война, вы поняли, что ваши вооруженные силы и вся ваша страна способны сопротивляться, способны противостоять агрессии и на самом деле способны победить. И я думаю, что это был именно тот момент в самом начале войны, который дал вам силы и дал вам осознание того, что вы можете выиграть эту войну. Ну, я думаю, что после этого ситуация, в принципе, становится только лучше, потому что на данный момент у вас намного меньше оккупированных территорий, чем это было в марте прошлого года. И это, конечно же, заслуга не только ваших вооруженных сил, в первую очередь, но и всей вашей страны, которая вместе сопротивляется агрессии. Ну и помощь вашей страны, помощь всего цивилизованного Запада, мы тоже это ценим, мы тоже понимаем, что нам было бы сделать это гораздо сложнее без вашей помощи. Но если говорить об украинском военном потенциале, как вы его оцениваете сейчас? Мы действительно из Латы похожи или вы оцениваете украинскую армию как армию номер один в Европе? Что вам дает основания так считать? Ну, наверное, про армию номер один, скажем так, от западно ориентированных армий вы на самом деле являетесь одной из сильнейших армий в Европе на данный момент. Но надо понимать, что все равно в войне с Россией это все равно война Голиафа с Давидом, потому что есть большие пробелы в украинской армии и самые большие, конечно же, это военно-воздушные силы. Вам необходимы самолеты, чтобы вы могли получить хотя бы временное превосходство в воздухе в тех местах, где вы проводите свои наступательные операции, чтобы они на самом деле были успешными. То есть помощь, конечно, вам приходит очень большая, но, в принципе, это, ну, скажем так, это только начальная стадия. Помощь не только военная, но и материальная должна продолжаться. И это то, что вам даст возможность Украине продолжать боевые действия против российской армии и теоретически победить, в конце концов. Игорь, помните, еще некоторое время назад серьезно и реально рассматривалась угроза использования воинского контингента в Калининградском анклаве для того, чтобы оказать давление и на страны Балтии, и на Польшу. Насколько вероятна такая угроза сейчас? Я думаю, что она очень маловероятна сейчас, так же, как она была маловероятна тогда, потому что те силы, которые находятся в Калининградской, остались в Калининградской области, они совершенно не способны для того, чтобы провести какие-то серьезные, боевые, реально военные операции против стран НАТО. Это совершенно невозможно. Поэтому я думаю, что чисто военные действия мы можем исключить сразу. Провокации, конечно же, какие-то возможны, но поэтому мы должны соблюдать бдительность и должны быть готовы к таким провокациям. Помните, говорили о коридоре, который через Польшу может до Калининграда и усилить этот плацдарм? А, да, это коридор Сувалкский, коридор через Белоруссию. Нет, на данный момент, несмотря на то, что существуют спекуляции и в ходе вагнеровцев в Беларусь и их возможных боевых действий и открытии Второго фронта, но нет, я на самом деле был бы очень скептически все это воспринимал, потому что, несмотря на то, что вагнеровцы все-таки, ну, действительно, боевое подразделение, они способны, ну, какие-то боевые задачи решать, нет, их сил на данный момент совершенно недостаточно, чтобы они могли провести какие-то, ну, серьезные операции, тем более против стран НАТО. Игорь, мы знаем и ценим то, что буквально с первых дней большой войны европейское сообщество помогало с точки зрения противостояния агрессору и военная помощь, техническая помощь, но как вы считаете, можем ли мы просить еще о чем-то и чем может европейское сообщество сейчас помочь еще Украине в техническом смысле, в военном смысле? Ну, я думаю, что, ну, во-первых, необходимо, вы сейчас проводите наступление на юге, у вас, ну, неизбежные потери в технике, ну, то есть, эту технику было бы желательно восполнить, и, как я уже говорил, ну, необходим вопрос о поставке истребителей для вооруженных сил Украины, это, ну, такой животрепещущий вопрос, и раньше или позже решение по этому вопросу должно быть, и Украина должна получить, ну, скажем так, прямой ответ на этот вопрос, и, скорее всего, я считаю, что, ну, такая поставка должна произойти. Игорь, следующий вопрос, это вопрос о победе в этой войне. Всегда ли победа в войне это уничтожение противника, как считаете? И можно ли в этом контексте уничтожить российский военный дух, чтобы и Украина, и Европа чувствовали себя, ну, в относительной безопасности? Ну, в этом отношении я был бы... Разделим это на отдельные вопросы. Нет разгром, полный разгром военной мощи противника, это уже... Ну, этого мы больше не будем, не увидим никогда, потому что полнейшее уничтожение армии противника не произошло даже во время Второй мировой войны против... войне против фашистской Германии. То есть в этом отношении, естественно, такая вещь не произойдет. И это второй вопрос. Как сделать так, чтобы Россия больше не была потенциальным агрессором и потенциальной угрозой для других стран и для Украины тоже? Ну, это очень сложный вопрос, на который на данный момент ответить нельзя. Но начать это все надо и движение в эту сторону начать надо с деоккупации территории Украины и, ну, полного контроля Украины над своей территориями. Если это произойдет, ну, потом мы посмотрим, каким образом мы дальше сможем развивать этот план и прийти к какому-то решению, чтобы, ну, Россия не являлась, не выявлялась потенциальной угрозой. Потому что мы помним, мы должны помнить, что Россия все-таки это ядерная держава с очень большим количеством ядерных зарядов. И, ну, эта угроза все время будет нависать над странами, в том числе и над Латвией. Игорь, стало ли или станет ли в результате войны в Украине Европа сильнее? И в чем это выражается? О, я уверен, что да. Потому что мы поняли, во-первых, что угроза существует и угроза реальна. Мы поняли, что необходимо готовиться, в том числе в военном и системе безопасности в вопросах к этому. И, то есть, этот вопрос уже выучен. Следующий вопрос, который необходимо выучить, это перевод нашей военной индустрии на новый уровень производства военной промышленности, в том числе на производство выприпасов. И я думаю, что этот урок мы тоже скоро выучим и сделаем соответствующие заключения, выводы, и, соответственно, эти способности у стран Европы опять появятся. Так же, как они были во времена Холодной войны. К сожалению, вопрос о том, что Холодная война, скорее всего, повторится. Ну, я думаю, это понимают практически все. Ну, и мы помним, к чему привела Холодная война. Мы тоже будем на это надеяться, и не только надеяться, но и делать все, чтобы результаты были такими же. Игорь, благодарю вас за разговор. Игорь Раев, висковый оглядоч полковных Збройных сил Латвии, был на прямом звездку из студии. Продолжение следует...